Здорово народ! Добро пожаловать на новую серию по спаржи. Приехала вчера съездка, съездили по работе и так немножко заглянул на Азовское море. Вот купил сейчас немножко красочки, а доехала я сейчас до человека с авито еще в придачу, у меня закончилась резина на морде, то есть там уже торчит корт попросту. Вот такой вот остаток остался, которого в принципе вообще и нет. Ехать на таком уже просто страшно, а я доехал на ней до есть и обратно, и у меня чуть-чуть торчал корт. Но сейчас соответственно надо уже это снимать эту херню. Как раз таки я приехал за резиной. Купил моего 305 цвета, это не моби хелл, это какая-то другая вещь, которая немножко некачественная, как мне сказали. Ее надо разбавлять до 30 процентов растворителем. В принципе оттенок не знаю, попадает не попадает, но скорее всего он такой немножко даже темнее, я бы сказал. Но опять же надо уже смотреть по факту. А купил я чисто на подкраске, какие-нибудь маленькие тычки там подкрасить. Ну не знаю, может на петли капота хватит. В принципе их не видно. И тут сколько, 100 грамм, думаю, хватит за глаза. Вот такая старая полочка у меня, уже вся немножко почуханная, местами порванная, такая вся немножко бренчащая. Вот вся разорванная, уже нету одного крепления бокового. Ну а так в целом, в принципе она неплохо сохранилась и держится. Сейчас буду ставить новинку. Вот такую полочку, которую я забрал у Артема. Он работает в Горностайе и купил единственную, которая была в Краснодаре, на складе. Вот он ее нашел, за 900 рублей купил. Вот еще пока не договорились с ним о цене. Вот, также я прикупил новую сеточку, потому что мне вот эту, вот сбоку видно, запороли при погрузке на эвакуатор. Ну, когда перемещали ее, там где-то в Тольятти, крыло мне кинули сюда, на заднюю полку, она расцарапала пластик. Вот сейчас заберу, буду красить. Еще в придачу забрал свой новенький аквапринт, накладку на руль и плафон. Вот так вот смотрится новая полка, прям идеально залетела, плотненько, чистенько, красивенько, прям я вообще доволен до жопы. Вот, хорошо встает, туго, туго открывается, то есть вообще ни разу не бринчит. Вот эти как раз даже немножко подраспирает боковушки. Прям новая машина, четкая. Еще в замочке как раз, кстати, поставил сиденье. Вообще прям ништяк. Соответственно, еще перебыл в резину. Вот с таким жирным профилем мне досталось, два баллона получается по 500 рублей каждый, итого 1000 и перебудь 15 штампы 700 рублей. Ну вот, зато езжу теперь спокойно. Настал следующий день, собрался я сейчас с кованой электрик, уже договорился. Взял с собой печку, там краску, шумку. Будем отрезать все лишнее, а также подрезать именно под форму печки моторный щит, чтобы печка туда встала, потому что на ранних версиях, ну десяток, одиннадцатых, она не встает туда. Это уже на поздних, там типа как Богдана, все залазит уже само. Вот так это дело все выглядит. Отстучали как могли, сперва деревяшкой, потом, соответственно, кувалдой. Пришлось в итоге сделать два реза, вот здесь на углу рез и вот этот продольный. Сейчас у меня, к сожалению, не закрывается бардачок, потому что вот эта вся хрень, она ушла вниз и, соответственно, упирается при закрытии там заднюю стенку. Вот. Забыла цинкарь, надо будет пробрызгать цинкарем, все. Вот эти все швы, потом замазать все герметиком, ну и открасить, соответственно, сделать по-человечески. Вот сейчас пока просто брызну грунтом, чтобы это все, ну, не ржавело, вот, и заснимал вот эту шумку. Но все равно печка мне не нравится, как она залазит, она залазит немножко с трудом. Вот тут ловлю вот это вот окошко, чтобы она ровно вставала, все, и не немножко мешается впуск. То есть мы даже снимали впуск. Сняли трапецию и потом при полной установке я буду снимать еще ресивер. А, ну и самое главное, отпилили шпильки ненужные. Вот тут подрезали, ну и здесь шпильки тоже доубирали. Ладно, поснимаю. Поставила сейчас плафончик. Так вот красиво он выглядит. Открашена переключалка в черный глянец. Сам он сделан под карбон, плафон. Также отполировали мне стеклышко. Там стоит мой диодик, направлен ровно. Вот теперь картина прям как по маслу. Наверное, еще солнцезащитные козырьки черные поставлю, перетянутые в кожу. Зеленой строчкой надо будет заказать, чтобы сделали. Ну, зеркальцем. Почему я их не хочу вставить? Потому что они как бы, ну, немножко выступают, но это в плохих случаях. А так, в принципе, как бы, если они новые, нормально, они прилегают плотно. Но я сделал все возможное, чтобы так сделать. Вот. Ну и у меня сиденья, поскольку далеко, головой об них не бьешься. А то бывает, где машины все день приближены, козырек вот этот, ну, чуть отваливается, ты залезаешь и головой постоянно об него бьешься. Это было, ну, другой одиннадцатый в одной, вот, на которой мы катали. Итак, наступил следующий день нашей телестройки. Сейчас буду немножко переделать вот эту вот косу, получается, на печку. Хочу убрать вот это ответвление, пустить вот эти провода сюда. Ну, можно чуть укоротиться. Штатный разъем печки плюсового он остается. Меняю, получается, просто надо в другой штыкер перенести провода рециркуляции. Вот этот штекер у нас тоже остается. Это на резистор печки, если правильно его называю. И поменять два вот этих вот разъема. То есть он у меня есть при себе. Сейчас просто обрезаю, сюда засовываю, здесь тоже подугарачиваю, все подноматываю, подчищаю и все в порядке. И, наверное, можно даже будут уже подключить и проверить, как это все дело там переключается. Лучшие дни этого разъема сочтены. Просто он начинает крошиться на мелкие кусочки. Внутри, я так понял, это все подобгорело, подоплавилось. Вот эта чернота, я не знаю, это, видимо, каротил, разъем, либо что. Но здесь, получается, это один плюсовый провод на печку и на вот этот датчик резистора, который отходит он. Сейчас я заменю эту пластмасску, посмотрю, может, маму сразу же тоже заменю, чтобы было все покрасивее и контакт был максимально хороший. Запустил, значит, первый тест. Сейчас гоняю вентилятор. Пока накинул массу сюда, где нашел. Все, по проводам все зашибись. Тут, в общем, изначально успел заметить, тут на наклеечке написано, где плюс, где минус. Поменял тут полярность именно в разъеме, ну, просто местами провода. Потому что думал, что красный это минус, а оказывается, это был плюсом. Ну, ладно, ничего страшного, все сделал заранее, все работает. Подключил вакуум, сейчас буду запускать мотор, смотреть. Также буду смотреть заслонку, рециркуляции. Сейчас она пока закрыта. Вот, вентилятор дует, это сейчас автоматический режим стоит. Вот эту блямбу тоже подключил, поменял провода, кстати. Но сейчас не видно, позже покажу. Все, сейчас буду проверять заслонку, как она работает. Вот, вентилятор во всех режимах работает. С помощью вот этой штучки. Клапан рециркуляции тоже работает. Вот он открылся сейчас. На нажатую кнопку. Выключаю. Все, он закрылся, здорово. Рециркуляция работает. Сейчас не работает, только заслонка. Но сейчас попробую что-то с этим порешать. Вот она в таком положении находится. То есть, получается, закрыта, как я понял. В общем, вот такая красивая коса у меня получилась. И штатный. Вот, аккуратненько все заизолировал. Переделал разъемчики. Закрутил все в изоленту. Вот, уже все подключал, все работает. Кроме моторедуктора печки. Это получается у нас, вот этот разъем плюс-минус идет. Но дело не в проводке, а в самом моторчике. Вот этот вот пиздюган, получается, он не работает. Я проверил сам именно моторчик, разбирал сейчас его. Моторчик работает. Но вот когда он в собранном виде, в корпусе, он не хочет работать. То есть, я и полярность меняю, и не меняю, он не хочет. При институте безопасности, какая полярность, он бы так и иначе в ту или иную сторону работал. Потому что у него с помощью блока САУ меняется полярность. Вот на холоде, меняю на тепло. У него меняется полярность, ну, блок меняет полярность, подается сигнал, и он в другую сторону. То есть, это дело не в этом. Все, ну, не знаю, блин, сейчас вот сколько мне этот булочок выйдет. Ну, моторчик. Потому что мне еще надо будет вот эту тоже пиздюгу менять. Она стоит в районе 1100, а вот эта херня тоже где-то может в районе 1500 стоит. Ну, это, блин, там на самом-то деле два транзистика маленьких, моторчик обычный и плата с пластиковыми шестеренками. Ну, там обычная вот эта вот плата, на которой контакты. И все, больше там ничего нету. И как вот эта херня может стоить больших денег, я просто не понимаю. Вот, но время уже 5 часов. В общем, поехал я на мойку и опять на сходку. Ребята, также не забываем, что спонсором этого видео стал интернет-магазин Бункер. Ссылочка в описании. В описании вы еще найдете промо-год на 10% на все товары из магазина. Все, выехал я на движуху, немножко подсобрал машину, помыл, купил наконец-то вонючечку. Вот это вот дико воняет, конечно, как мужской одеколон ванилью. Ну да ладно, еду по навигатору, сейчас уже скоро буду на месте. В принципе, все, ничего, 9 мая, пробок вообще нету, город пустой. Ну, это реально, это называется пусто. Вот, но сейчас приеду, подснимем. Если честно, нет никакого особого желания куда-то было ехать, там, на какие-то движухи. Ну ладно, раз там, в принципе, ребята что-то собираются, надо как бы, ну, поучаствовать тоже. Короче, движуха идет, короче, движуха идет полным ходом, у Никита там заработал вентилятор, хотя я ему давал провода. Встали так, немножко в разнобой, специально, типа, как-то сфоткаться надо с высоты, но здесь неоткуда фоткаться. Нас очень много, ну, как, в принципе, видите, в основном, да, Жиги, потому что, как бы, Солянка, ой, Солянка, извините, пардон, а то меня убьют. Недоресты, клуб наш, в котором я, кстати, состою, и БК, ну, по-моему, БК я точно знаю, есть тут, нету, ну, какие-то пару человек точно есть. Просто любители, ну, и все, как бы, большой дружеский движ. Всем снова привет. Прошло буквально пару дней, вернулся из командировки, обнаружил у себя на заднем стекле неприятную надпись, не знаю, кто ее оставил, посмотрю сзади по камерам, вон там камера висит. Не хочу оставлять это просто так, попытаюсь найти, кто это нарисовал, потому что уже не в первый раз. То, там, на диске мне один раз что-то нарисовали, там, написали, потом, там, с балкона тоже кидали всякую херню. Короче, малолетки нас тут вообще дебоширят по полной, и, как бы, хочу постараться заставить оплатить мне полностью комплексную мойку. Ну, сейчас не об этом, хорошая новость, пришла мне посылочка на сдек, сейчас лечу за ней, и вы увидите, что это. Съездил я от Досдека, забрал свои новые крутилочки от компании Конкурент. Только-только вот они появились, а я их увидел в одном из интернет-магазинов, сразу же написал производителю и заказал в этот же день. Долго я ждал их появления, вот, именно на старую панель, то есть, вот, на такой вот старый блок САО, они выпускали уже изначально на приоры-евро десятки, где идет три крутилки. Я их прям, наверное, каждый месяц, там, два раза в месяц терроризировал, спрашивал, где крутилки, когда будут, когда будут, сказали, что в разработке, скоро будут. В итоге, неофициально так, ну, сами понимаете, какие ситуации произошли в мире, в общем, не стали они ничего публиковать в Инстаграм, и как-то я даже про них подзабыл, и вот они появились. Заказал себе с белой подсветкой, это все в защитной сейчас пленочке находится, ну, чуть видно, тут, как бы, такая крутилка, такие вот резцы, тут рисуночки. Ну, сейчас все сами увидите, вот, потому что пока буду ставить, надо будет разбирать полностью вот эту крышку, ну, все будет четко. Ладно, принялся я разбирать. Итак, если вы ни разу не разбирали САО-блок, вам понадобится минусовая отвертка, чтобы поддеть крутилки, если вы ни разу не заставали. Все, снимаем обе крутилки, дальше поддеваем вот эти клипсы, и у нас отодвигается крышка. Вот так это должно получиться по итогу, но произошла небольшая проблема, связанная с тем, что у меня стоит старый блок САО, то есть получается на автомат и две скорости, то есть самого первого поколения, самого первого образца. Я так понял, они сделали под самый последний, под четвертый блок САО, или там под третий, ну, третьего поколения. И, возможно, там уже крутилки встанут по местам, потому что, как видите, у меня здесь такая, кружок с прорезью с одной стороны, квадрат с другой. На квадрат садится хорошо, а вот на вот это место уже проблематично. Как делать некоторые, допустим, на тех же крутилках от Volkswagen, типа термоусадку, либо там ручку какую-то переделают. Это колхоз, я этим заниматься не буду. Планирую все равно менять блок САО на трехскоростной с автоматом, то есть, получается, на второго поколения, потому что четвертого мне уже не подойдет, там нет автомата. И еще тут проблема в том, что вот эта крышка, она не садится, она, по сути, должна садиться сюда и защелкиваться, как видите, здесь есть все для этого. А у меня как раз-таки наоборот, у меня вот эта крышка, она поверхностно накладывается и защелкивается. Вот, как бы вот такая вот разница. Блин, обидно, очень обидно. Я не знаю, сейчас либо обзванивать и разборки ехать, не знаю, где тут недалеко есть одна разборка, брать там второго поколения блок и попробовать на него налепить. Подумал, производитель обязательно это увидит в видео и как-то, ну, допустим, поставит галочку, либо для себя там, либо будут указывать в товаре то, что под первого поколения он не подойдет, придется полностью его как бы переделать. Но в любом случае мне как бы сау-блок менять, поэтому невелика потеря, так скажем, но все равно чуть обидненько. Думал уже поставить. Итак, господа, телепортнулся я, получается, к себе на работу, заехал попутно на разборку, нашел по пути разборку хорошую, купил датчик в потолок. Вот я уже снял с него крышку, сейчас пойду его почищу и накину свою вот эту черную глянцевую крышечку. То есть вот как было, получается, изначально. Ну, разница налицо, получается, его полирнуть и вообще песня будет. Так, ну, приехал я для того, чтобы скорячивать вот эту вот новую крышку блока САУ, потому что посмотрел на нее, в принципе, мне надо все равно подпаять один контакт внутри и у этой крышки, ну, у новой, полностью ее переклеивать. Так, ну что, начинается самое интересное. Прибыла я на работу, почистил датчик, вот этот новый датчик с разборки, поставил на него свою крышку, отмыл его щеточкой. Вот, теперь он чистенький, работает, классно. По поводу блока и установки этой новой, как его назвать даже, крышки на него, какая у меня появилась идея. Значит, смотрите, собираю блок в обратном порядке, то есть все равно мы сейчас его разбирать надо у этой регулировки там кое-что подпаять один проводок. Все, собираю его до такого вот состояния. Поскольку у меня развалилась вся вот эта вот конструкция, она реально, правда, развалилась. Я ее один раз садил, она уже лопнула, крышка вот у меня верхняя оторвалась. Теперь она вся вот такая немножко поколотая пошла, ну, уже люфтить начала. Эта штука у меня вообще осталась внутри, и у меня вот созрел план. Ее сейчас запихиваю сюда. Вот видите, вот эти вот разъемчики, ну, фишечки, на которые садится вот эта вот пластмасска вся. Вот это корпус, вот он идет, весь черный, а то, что желтое, это плата, она задвигается туда. И, в общем, под эти усики я здесь сейчас вырежу аккуратно. Здесь, благо, все по размерам хорошо подходит. Вот видите, все, буквально там вот, вот это вот. Вот эти стенки подпилить с двух сторон. Все, запихиваю ее сюда. Она уже, благо, запихивается, встает. Вот эти провода подключаю сюда, то есть достаю вот эту вот хреновину, два проводка от него. Подключаю сюда, только надо будет обязательно не перепутать полярность, потому что тут диоды, а тут как бы шла, ну, обычная лампочка накаливания. Вот, по поводу крутилок самих. У меня созрел план. Вот, я оторвал у одной из крутилок вот этот слой один. То есть, получается, здесь шло два слоя. Вот, поскольку у нас вот эта крутилка хорошо встает сюда, а сюда нам нужна вот такая вот полусферическая хрень. Думаю, сейчас вот эту крышку вот так вот пильнуть пополам, вот, где вот эта протертость есть белая, и соединить ее, склеить вот с этой. То есть, подобрать нужную сторону, вот сейчас, где у нас. Вот у нас маркирочек. И вот у нас. То есть, соответственно, вот так вот ее прилепить. Вот, но это единственный способ, я не знаю, что-то накручивать сюда не хочу, и потому что здесь есть, как видите, ограничитель. В нем вся и загвоздка. То есть, понятно, что можно обойтись без него, но тогда, если вы вдруг сильно повернете, у вас может, во-первых, не выдержать этот механизм, он может провернуться и начать барахлить сау-блок. Это температура, ну, выставление температуры, там, регулировка заслонки. В общем, вы можете это вывести из строя, саму крутилку здесь можете свернуть, в итоге у вас ни хрена не будет работать. Поэтому эти топора здесь, они не просто так нужны. Здесь, да, здесь хорошая, мощная крутилка, то есть, тут надо постараться, чтобы даже вот так вот покрутить. Все. Ну, думаю, вы поняли. Буду сейчас пробовать. Первым делом чиню блок, там, подпаиваю один проводок, впихиваю эту хреновину сюда, и дальше уже по факту. Если что, вот про эту крутилку я имел в виду, то есть, на заслонку идет которая. Вот у меня вот этот проводок, вот он, видно, его отошел. Сейчас его буду паять. Все, сделал я, чтобы основной корпус подходил по внутрянке и по внешке. Получается, верхняя планка, вот она валяется, так и будет оторванная, потому что здесь у меня штатная коробка, она все равно, как бы, имеет выступ небольшой. То есть, я могу сверху прилепить, но она будет торчать. Ее надо делать либо выше, либо тоньше. Вот это ориентируясь понизу. Все, вот по вот этим пиночкам, упорам все встало. Даже если приложить старое, то есть, вот как раз то, что нужно по уровню. Соответственно, дальше подпилил под ограничитель. Но, в принципе, я так сейчас посидел, покрутил. Можно обойтись и без него. Только надо будет обязательно выставить положение, чтобы его, ну, затянуть, чтобы его не перекрутить. То есть, и сильно очень крутить нельзя будет. Здесь нормально все сходится. Под вот эту вот основную часть, на которой подсветка, пришлось все подвырезать. Подпилил немножко ограничитель снизу. Вот так вот, чтобы не цепляло. Дальше под вот эти вот лапки, четыре штуки, подпилил вот эту черную накладку, ну, плату с подсветкой. Со всех четырех сторон. Вот так вот углы спилил. Здесь под подсветку немножко тоже проточил канал. Здесь просуливал дырочку, чтобы можно было просунуть. Иначе она вот об эту поверхность мешается и не ложится ровно. Вот со всех сторон аккуратненько, ровненько. Теперь все встает. Ну, так вот ровно встает. Вот, как надо, заподлицо с этой. Ну, и перед тем, как распакую, хочу сказать, как я сделал крутилки. Правая крутилка, она встает по штату, потому что там было квадратное отверстие, соответственно, на квадратный штифт он сел плотно хорошо. Прям так упруго прокручивается. Ну, я думаю, разработается. Это надо пластику тут притереться. А вот эту крутилку я посадил на суперклей. А как именно? Пришлось раздеребанить кнопки. Одно случайно ошибочно не ту. Расконсал здесь вот это вот большое отверстие, которое... Вот, взял маленькую, также взял один пенечек, приклеил его на ту крутилку, чтобы был ограничитель хода. Ну, и вот, соответственно, таким же образом, главный этот разъем я вытащил. Вытащил из кнопки, ну, из крутилки старой. Вытащил его, обточил, укоротил, подогнал и посадил на суперклей. Не знаю, как на суперклее будет держаться, но вроде пока держится нормально. Если что, в дальнейшем что-нибудь придумаю, либо дождусь, пока ребята сделают крутилки именно под старую, ну, вот этот разъем. Ну, вот и все, ребята. Вот так вот крутилки выглядят. Есть, конечно, некоторые проблемы. Сау-блок у меня до сих пор делает мозги. В итоге вот эта вот херня, она сломана целиком. Ну, вот на этом и все. Обязательно ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, пишите, как вам вот эти крутилки на старой панели десятки. Выглядят бодро. Ничего не могу сказать. Как бы, есть куда расти, есть что дорабатывать еще. Нюансы я все рассказал по установке, связался с продавцом, ну, или там с представителем. Сказали, что запустят новую модель, вот именно под старые крутилки мои, чтобы уже будущие покупатели это дело не дорабатывали. Так что ссылочку, наверное, я оставлю в описании. Переходите на все мои соцсети, инстаграм, контакт, телега. В телегу я много заливаю всяких там спойлеров, релиз видосов-то заливаю, всякое прочее. В следующей серии нас ждет установка наклеек на резину, которые приедут уже завтра, завтра понедельник, почта будет работать. И также, наверное, поеду на доработку веса. Ладно, не будем забалтываться. Всем до встречи и пока!